Волки, семеро козлят. Старая сказка в новой постановке. Современные герои, беспечная мама коза и правильный серый волк. В сказке все бывает. А у нас потому, что сказка «Волк и семеро козлят» наоборот. Гвоздь программы Евгения Титаренко. Она же серый волк. Этот персонаж точно знает, как учить детей. Сигналы светофора, дорожные знаки. Если правила дорожного движения переложить на стихи или песню, выучить их проще. А чтобы правильно вести себя на дороге и не растеряться на улице, знания лучше закрепить в игре. Мы их учим правилам дорожного движения. Стараемся, чтобы они их соблюдали. И проводим и подвижные игры, и развивающие игры. Настольные у нас есть по правилам дорожного движения. И знания знаков проверяем. Это в сказке все по наружку. И можно переиграть заново. В жизни иначе. И часто именно взрослые забывают о том, как правильно себя вести. Воспитатели постоянно напоминают родителям. Будьте внимательны. В информационном уголке и в беседах мы советуем родителям почаще постоянно соблюдать правила дорожного движения. Не нарушать, тем более при детях, правила дорожного движения. Потому что дети следом за родителями абсолютно то же самое делают. Нарушают, если нарушают родители. Один вопрос Викторины о правилах дорожного движения даже взрослых поставил в тупик. Мы с вами вышли из машины. Подходим к пешеходному переходу. И что мы, машину вот так вот обходим? Нет. Или же сзади? Правильный ответ подсказал инспектор роты ДПС Марина Потемкина. Надо подождать, пока автомобиль уедет и перейти дорогу по пешеходному переходу. Вообще наши дети уже с трех лет знают светофор. Знают зеленый, желтый, красный. Знают сигналы светофора. Это уже вот с трех лет они уже могут ответить. Мне рассказали правила дорожного движения мама, папа и в детском саду. Нам сегодня серый волк рассказал правила дорожного движения. Нам волк рассказывал про дорожные знаки. Еще один приятный сюрприз для малышей подарки от сотрудников роты ДПС. Нарядные светоотражающие смайлики. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.